Насколько широко бизнес-интересы Израиля представлены на Южном Кавказе и интерес Южного Кавказа в самом Израиле? Уже сегодня, например, есть довольно активное сотрудничество между Израилем, Азербайджаном, Израилем и Узбекистаном, Израилем и другими странами этого региона, скажем так. Узбекистан — это не совсем Южный Кавказ, скажем так, но всё-таки это близкие территории. И Израиль активно работает и с Российскими республиками Кавказа. Например, недавно было как раз по сотрудничеству в области агротехнологий подписано соглашение с правительством Чечни, например. Буквально несколько, может быть, даже меньше, чем несколько месяцев назад, полтора месяца назад, может быть, состоялось. То есть Израиль довольно активно присутствует на политическом и экономическом уровне. В России, если мы говорим о конкретных областях, то это экономическое сотрудничество. Если говорить о странах, в частности, Азербайджан как лидер того региона, пожалуй, как наиболее богатая страна того региона, и политическое, и экономическое сотрудничество в области безопасности. И, безусловно, для Израиля сегодня этот регион важен, хотя бы с точки зрения, даже если не говорить о каких-то серьёзных политических аспектах, геополитике, а просто сконцентрироваться на экономике, это те регионы, которые до этого были не очень сильно охвачены израильским бизнесом. В силу того, во-первых, что в 90-е годы это были очень бедные регионы, регионы очень бедные, которые могли бы мало что предложить. С одной стороны, с другой стороны, не было платёжеспособного спроса. Сегодня, в частности, Азербайджан богатая достаточно страна, состоятельная, понимающая чётко свои экономические потребности, и которая готова за это платить. И для Израиля это, безусловно, интересно. На определённом этапе у Израиля было очень активное сотрудничество с Грузией, но мы знаем, что накануне войны 2008 года Россия попросила Израиль не предоставлять вооружение, предоставить продавать Грузию вооружение, Израиль согласился с этим требованием. Это очень сильно осложнило взаимоотношения Израиля и Грузии, и там была очень серьёзная негативная тенденция экономического сотрудничества. Сейчас вроде становится немножко получше, но мы знаем, что Грузия с экономической точки зрения не очень состоятельная сторона, в смысле, с точки зрения количества денег, и там проекты поскромнее, но израильтяне там играют при этом тоже довольно существенную роль, как лично большая диаспора, что азербайджанских евреев в Израиле, что грузинских евреев в Израиле в частности. И, конечно, через свои каналы тоже это сотрудничество идёт, то есть вкладываются какие-то деньги, идёт какой-то контакт на уровне связей, потому что там тоже наличие общего языка, как мы уже сегодня несколько раз это обсуждали, конечно, тоже большой потенциал сближения. И я думаю, что в целом, если смотреть на регион, то я вижу скорее позитивные какие-то сдвиги и кооперация между Израилем и странами региона, странами или, скажем так, территориальными какими-то объединениями, сейчас всегда просто Чеченя это не страна, но всё-таки в том плане, что вот этот регион, я вижу усиление сотрудничества экономического между этим регионом и Израилем.